Справа стоит мальчик, данный мальчик. Сделать данный мальчик. А почему? Потому что они больше всего требуют защиты от уклопа. Всегда так. По-моему, уйдет, они мерились, это чуть повыше. Тогда он у меня становится рядом. Самые маленькие нуждаются в самой сильной защите. Но от кого защиты? От того, кто имеет власть. Даже такая мелочевка у нас и считается. Господи Боже наш, слава Тебе! Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытился на земли Твоих благ. Не реши нас в Непестном Твоего Царствия, но яко посреди учеников Твоих решалось и спаси мир даяю. Приди к нам и спаси нас самим. Слава Твоему Духу ныне, крестное вовеки веково, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Воздай милость всем заботящимся о нас. Хвала Тебя, Отец, шинецкий, Твой был, а на ней, поскольку ты. Слышь, не торопись. Видите, все сразу нельзя предусмотреть. Я посмотрел сегодня, как стирка идет, а я никогда не вмешиваюсь. А тут получилось, что я веники вяжу на моих глазах. Прошло 10 дней, как приехали. И вот такие кули все собрали, все под одеяльники. Я не заметил, как увезли. Поехал туда, взял под одеяльники, я положу чистый этот, никто не отличит. С какой стати вы его рвете? А вот все так делают. Но все так делают. Это не означает, что это верно. Все делают, а ты разберись и не делай. Посмотрели под одеяльник, совершенно чистый. Теперь я ввожу правила не стирать. Ничего пока мы коллективно не осмотрим, надо ли стирать. Приехали, блин. Пужинка обыкновенная, как у Пайка, стирку. Чего ради? 10 дней приехали. Мы где живем-то? Ну это более скромные условия. Но раньше у нас этого не было. Не было ничего. Мы передвигались в одном месте. Иногда за одно лето, а раза три лагерь переставлялся. С места на место. Кто еще стирал-то? Ничего у нас не было. Но баня была, мы под землей выкопали. Там у нас на берегу стояла баня. А чтобы такие колоссальные стирки не нужно устраивать, это вообще неслыханная вещь. Стирать что? Платочки вы стираете сами. Носочки стирайте сами. А остальное, нижняя майка, трусы, рубашка, это стирается на машинке. Сейчас нам легче. Но постельное белье не трогать. Наволочки абсолютно чистые. Ну здесь и чистые, они же не любите. Я сиди и держусь, они все туда поднял. Хоть бы пятышка было или чего-то. Которая материя стирается. Она, я не знаю, сколько какая-то, 4 или 4,5 раза быстрее рвется. Она там моет ее в размочальном виде. И на две тряпки они остаются. Это первое. Во-вторых, страта времени средств. И самое опасное, что стирает все на химии. Вот вы видите, вот это вот ровное. А на самом деле это неровное. Потому что любая материя, это поперечина и продольные нитки. И между ними полоски остаются. Даже маленький микроскоп, посмотрите, видно там. И там между этими все время остаются пылинки какие-то или что-то. Я впервые прочитал это в романе Достоевского «Подросток». Он разумный такой парнишка был. И говорит, а чистить мне пальто или не чистить? Щеткой. Так. Здесь между ними полоски. Пылинки маленькие. Это то, что камушки. А когда я вот так вот сгибаю, они там перетирают. А щетка? А щетка это то же, что материя. И когда я чищу камушки, то есть пылинки вылетают. Это на пользу моему пальто. Я прочитал еще в школе, прочитал роман. Я понял, даже в таких деталях надо смотреть подробно. Вам никогда здесь в домашних условиях, да это вообще невозможно. Яд, который стираете, это мощнейшие химические средства. А это остается на теле. Вы прополоскали, что там между этими, это остается. Это частички мельчайшие. Кто знал химию? Никто не знал. А что такое аллергия? Никто не знал. А вот оно, выход из природного состояния. Врачей учат. А почему так много врачей? Медицинский институт. Куда не посмотришь медицинские? А что? Всеобщая диспансеризация. То есть всех до одного надо положить. И там он будет лежать хотя бы месяц. А потом мы его проверять будем. В Китае есть племя Хунзу. На удивление всем, 120 лет жизни, норма жизни. Ну и один приехал в Ирландский институт и построил больницу. Из всей народности, он говорит, только четырех мог найти, у которых больше 120 лет. Четыре бабушки у него там в больнице. Ни одного нету. Ни одного. Да как это может быть? А речь-то идет не о двух человеках. Самое главное, тебе не надо отрываться от природы. Вот сегодня мальчик один у нас палец поведел, порезал. Я показывал, как, но он никогда ножа-то видать не видал. И все-таки порезал. Как порезал? А сам не знаю. Попросился ошкурить жердочку березовую. Порезал. И на свое несчастье сунулся на кухню. А у меня там профессиональный врач. А на мигом съем аптеку сюда, говорят, на четырех колесах. Я образно говорю. Я его не могу оттуда стереть. Он уже привязан. Не надо этого. Что тебе надо? Иди в крапиву, пописи на палец. А он думает, я смеюсь над ним. Иди в туалет. Пописи на палец и подорожник вот сорви, оберни его вокруг пальца. И ничего не будет. Обеззараживание полное. Человек это аптека. Он сам по себе. Это самовоспроизводящееся. Вот у тебя палец вопло здесь. Ну бывает. Репается называется. Тебе не надо идти в аптеку. Возьми спичку, ваточку в ухе. Всегда серо найдется. Серо это замазалось. Это лучшее лекарство. Почему? А оно у тебя именно то, которое надо. С твоего организма. Никакого антитела здесь нет. Надо питаться пищей, которая здесь растет. Они бананы привозят. Я их в рот никогда не беру. Это мыло поганое. Они увидят. Бананы, бананы. Обезьяны несчастные. Еще не хватает там только на деревьях прыгать. Их обкуривают там специальными веществами, чтобы на корабле везти сюда. Они не попортились. Да продукт, который не портится, это не нормальный продукт. Нормально то, что самоуничтожается в природе. Появляются черви, гниль. Это, естественно, заложено Богом. Не понимают ничего этого. Ну и что он? Все сделал как надо. Спрашиваю, болит? Нет? Еще? Так, прошло несколько часов. Я сказал, теперь надо нашить. Вот они обматывают сразу. И дальше пинцом в голове прикрутят куда угодно. Не надо этого делать. А надо что сделать? Бывают обрезки материи маленькие и шить на палах. Вот как перчатки. Вот так, чтобы на палец надевалось. А здесь раздваивалось и сюда привязать. Больше ничего не надо. То, что ты наматываешь, это все слетит. Я в больнице когда был, у меня на палец это не... Вот палец. Я сделал такое. Она подошла, сестра, значит, у вас такое, я говорю, я шел на память. Она каждый раз перебинтовывает. Я говорю, не надо перебинтовывать. Не надо задевать. Оно отойдет, отпадет и все. Все так было. Так я так скажу врачам, скажи. Надо знать. Голова, вот вокруг головы наматываешь. Первые, два, три поворота взял, а дальше он сделает как колпачок, чтобы подвязать, чтобы не шевелить. Все, что шевелится, оно разъезжается. Дальше между ними появляется свободное пространство между поворотом бинта, и наконец-то для головы все слетает. Понятно? Я не врач, я просто внимательно смотрю на эту жизнь. Я вам сказал, так надень перчатки, не снимай руки. Сходил в баню, да? Ты намочил ее? Не мочи. Мыло вредно влиять на любую ранку. Вот у тебя ожог. Ну, внезапно где-то к плите прислонился. В степи-то никакой аптеки нету, это не надо. Существует облепиховое масло, но его нету. Но у тебя две ноздрюльки есть. Сморкни соплями, замашь, и прилепи там сверху любую травинку репья. И еще больше не надо. Это лучшее средство. Это так человек устроен. Рана какая есть, помощился, полное обеззараживание идет. Человек это самовоспроизводящаяся аптека. Я вас учу хорошему. Вы будете в трудных обстоятельствах. А если рана, рана, которая военные казаки, он как, шашкой достал паутины, где переживал с порохом, пулю вытащил, порох, переживал и на рану. Такая-то загнояние будет, ничего подобного. Это опыт, опыт жизненный. Поблагодарим сейчас. И все до одного переходите на ту сторону. Спаси Христос! И не поборо, не открывайся! Так, переходите туда. Все до одного. Старые и малые. Я покажу, как делаю. Так, это мое место. Зачем ты ногой ставишь? По мне садишься тут. Так, смотрите, с чего начинаем. Подойдите сюда. Я сказал, всем должно подойти за мной. Так, подходите сюда. Для чего релики нужны? В бане. В болельные вещи. В бане. Здесь там еще сауна, все прочее. Никакая сауна не сравняется с русской баней. Русская баня это самая лучшая. Там и вода, и жар, и помыть все-все можно. Конечно, не стирать все порошками. Самое главное, это достать материал. Вот она растет. Посмотрите, вот береза есть. Видите, сколько сережек? Нужно поискать березу, у которой нет сережек. А вот она, вторая растет. У нее сережек нету. Видите, спасибо, она молодая. Вот она рядом. Вот такую притягивает. И ножом, или как, отрезает веточки. Ну, примерно, вот такие веточки. Но мы это не делаем, это наше. У нас готовые. Вот, мы привезли, и у нас лежит. Смотрите. Допустим, мы уже достали. Так, где остальные это? Станьте кружком. Подходи ближе. А где, которые больше? А тут детство, ну, выйдите сюда, все. Так, а где, Лилия? А Лилия помогает. А? Лилия помогает. Лилия помогает пить. Я сказал, всем сюда. Что, она в печке сидит, что ли? Бегом к ней звать. Понимаешь, вот везде какие-то отговорки. Когда маленькие дети будут знать, а она не знает, она будет себя ущербно чувствовать. Вот в чем дело-то. Они даже не понимают этого. Быстрее. Идите сюда все. Быстрее. Маленечко, старуно еще. Вот, смотрите. Первое, это достать материал. Вот мы достали свечок. Теперь отрываем его. Это уже у нас он. А этот разрывается еще на мелкие, чтобы оставалась одна макушка. Ну, кто не, держите в руках. Я покажу. Обрываем все. Листики остаются только. Вот она где. Быстро. Переломил. Она хорошо ломается. И вот еще два. Держи. Потом вы сейчас все себе это сделаете. Вот она лежит у нас. Видите, какие кущи большие? Это не нужно. По порядку. Смотри. Вот так вот. Дергай. Никакого ножа не надо. Ничего нету. Нож потребуется веревочку резать. Держи. Каждый себе бери, а потом будете делать. Держи. Вот смотри теперь, что я делаю. Вот так. Завалилось сухой сущур. Так, держи. Следующий. Вот оно что. Мистер, куда встал? Иди. Вот себе. Потом это еще дальше обработка будет. Вот оно что. Обрабатываются. Березовые веточки. Веники разные будут величины. Большие и маленькие. Так, смотрите. Так, это не годится. Потому что она... У меня нету. Листи. Вот так. Мы его вот так переломываем. Держи. Еще. От того стоит. Так. А вы здесь не стоите. Отламывайте себе каждый. Возьмите. Теперь начинайте каждый из себя отламывайте. Вот так набирайте листи. Вот эти. Веточки вот так берите. Делай. Сейчас быстренько-быстренько набирайте. Тимофей, бери. Все время пили. На, обрабатывай. Держи. Это чистая работа. Вот эти отдельные веточки, вот эти окамы. Вот. Дальше вот это обрываем. Смотри, как я оборвала. Тяжело. Дальше увидите, как все получается. Смотреть и делать это большая разница. Вот, держитесь. Обработаю ее. Ваня стоит по стороне, руки свободны. Так, давай. Быстро. Набирайте. Теперь подходите вам туда, я покажу. А потом сами вернетесь туда и сделайте. Отходим дальше. Подходите, ребята. Подходите, Кеннадьевич. Что-то набрал. Что-то набрал. Смотрите внимательно. Сюда все подойдите. Все подойдите сюда. Не бросайте веточки, которые держите. Потом вы берете там, хватит всем. Вот. Дальше начинается уже формирование самого веника. Вот оно, видите. Мы ее берем. И, к примеру, главное, чтобы макушки, вот они, одинаково были. Теперь сколько? А дальше ничего нет. Я его сразу надламываю. Этот выбрасываю. Наблюдайте внимательно. Дальше. Сравниваю с этим. Отрываю. С этим тоже. Этот раздвоенный не идет. Отбросил. Вот этот бракованный. Вот оно что. Так, ровный. Смотрите, я один веник покажу. Это не трудно любой сделать. На каждой... Где мы едем на машинах, везде продают веники. Навешанные веники. Это деньги. Так, и маленько вот это, что дальше ниже есть, можно обрывать и бросать. Потом мы уберем. Так, сверху. Береги внимательно. Теперь кверху. А вот эти листики, они мешают. Я их вот сюда. Здесь я сделаю маленький веничек. Он хорошо будет париться. Дальше. Это уносим. Ровненько. Где неровно, это мы потом отрежем. Так, этот лопушок отбросили. Лишние где-то листики убираем. Снова ровные. Вы пока смотрите и дошуете. Главное, чтобы бакушка была примерно ровной. Не отвлекайте. Не отвлекайте. Если сильно длинная, мешает. Я вот сразу вызвоню, чтобы тебе не мешало. Дальше. Вот так. А это по сторонам. Это у нас пойдет на мелкие веники. Мелкие, какие-то как бы детские такой. Еще раз. Тогда-то приложим. Это в сторонку. Все, что торчит в сторону, это будет мешать. Быстро это надо делать, чтобы тебе не надоело. Я сейчас покажу вам не два, не три, а 25 ледиков я уже слезал. И от веника, а от подарка. В городе особенно. Никто не откажется. А то, если убрать вот эту сухоньку, то это размочится. Это пойдет. Это уже никуда не надо. Так. Мы уже идем к завершению. Смотри внимательно. Потом будете делать сами. Сейчас вы теперь сделаете. Дежурный только отпустим. Смотри внимательно. Я отрываю желудок и тельку. Прямо соединяю сначала, а потом отрываю. Смотри, что там приложил, она как раз. Вернул, отрезал, отломил. И это. Видите, как быстро денег прибывает. Так. Внимание, смотри-ка. Дай-ка у тебя маленько возьмем. Вот так. Маловато еще. Только делайте так. Быстро, чтобы пальчики шевелились. Если быстро делать будешь, у тебя не будет такого-то, что надоело делать. Надоело делать, это когда люди плохо делают. А когда быстро делаешь, тебе самому интересно. Видите, тут бывает иногда и засухшее. Смотрите внимательно. Так, мы идем к завершению. Вот сейчас интересный момент, которого многие не знают. И веники у них пропадают. Расшипаются. Так. Еще веточки две. Так. Так, это решает. И еще одно. Это уже опыт надо узнать, сколько пойдет. Не пойдет. Так. Вот хорошенький. Посуда. А лишнее убрали. Теперь маленько это убрать. Вот он такой лапушок. Так, пощупал. Ну, примерно, пощупайте какой. Сколько его в объеме. По объему. А вот внизу теперь, внизу рукой захватите сколько примерно. Вот. Вы теперь должны знать, пощупайте все. А вот теперь как завязывать. Вот тут уже большое искусство. От неправильной завязки потеряется весь веник. И вот завозь. Тебе так. Так, это наше. У нас много веревочек. Вот смотрите. Так, сейчас уборим. Это завязался хорошо-то. Видно, что маска сделала. Обычно тут у меня развязывали. Вот смотрите. Как сделать так, чтобы завязка работала вот так. Сколько примерно здесь? Ну, 40 сантиметров. И на 40. Ее отрезать не надо пока. Мы в этом месте вот перевязываем. Смотрите. Примерно. Вот веник, который будет. А вот здесь завязка. Проталкиваем и в петельку в эту. Вот. Видите петелька? Продергиваем всю нитку. Две нитки прошли туда. Вам понятно это? Да. Вот петля. Теперь начинаем затягивать. Ее подворачиваем еще раз. Все. Плотнее нельзя. Теперь раздваиваем. Переходим на другую сторону. И завязываем три узла. Три или четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Когда веник будет усыхать, завязка сползет вниз и веник распался. Чтобы он не распался, нужно сделать так. Вот это вот, говорит, прибить гвоздями. Но здесь не прибьешь. Вот так нужно пополам разодрать. Видите? Вот теперь видно, что пополам. И вот эта, которая веревочка длинная, ее туда продернуть. Вовнутрь. Для чего? Чтобы когда это поползет, а ползти-то некуда, она привязана. Она, Даша-то не даст ей. Теперь снова здесь мы ее завязываем. Она у нас теперь закреплена за высшее. Вы видели, это куда делается? Вон она где, видишь, завязка. То есть на самом корпусе веника. Два. Три. Так, тут у меня ножек. Я маленько обрезаю. И делаю еще один замер. Вот так. Пониже маленько сантиметров на 5-7. И снова так, чтобы завязка примерно была на том месте. Где этот? О. Смотри. Так. Перевязываем. Иногда делаем вот так вот еще. Смотрите. Вот это, что я делаю, вот это я нигде не видал. Я просто сам думал, как она складывает. Можно опять его разодрать и посередке туда протянуть. Вот так. Вот теперь он не поползет к верху. Кверху не поползет, потому что тут одинаково. А на самый верх не может. Там намного группнее. Теперь вот эти вот две я связываю. За них можно будет потом подвешиваться. Ну, если они две, то одна разницы нет. Завязываю. Главное завязка здесь. Вот так. Завязочку убираем. Лишнее оттекаем. И теперь обрубаем. Разрешите? Вот у нас здесь топорик. Вот он топорик. Это очень удобно. Положил его. Ну, вот где завязка, ну, сантиметров 7 пониже, чтобы там не перерубить. Оно же сразу по-другому выглядит. А вот это, которое осталось, его вот так обгладить. И затянуть макушкой. А теперь самую макушечку-то вокруг-то. Подари своей маме. Подожди, потом тебе, тебе. Твоя мама приехала. Подари ей. Потому что ты участвовала. Видите как? Все, вы свободны. Начинайте делать. Я пошла делать. Там материалы заложено. Вон, куща. Там еще веников 40 можно сделать. Пожалуйста. Обрубать-то взрослые, наверное, только могут. Обрубать только взрослые. Ну, я обрублю. Топор сами в руки не берите. Веник сделать, я обрублю вам. А то опасно это. Никакое ремесло человеку вредно не будет. Никакое. Ты как стоишь-то как? Букет. Как букет. Все? Тимофей, не стой зря. Иди, делай. Делай. Тимоша, Тимоша, вот автали цветочки. Води, Тимоша, хорошо. Пойдите. Да, пойдите. Да, пойдите. Да, пойдите. Мне нужно знать, Володя, можно сделать нормальный режим? А не веришь? Это когда вот выключится она, да? Подойди, посмотри, что она спрашивает. Подожди. Я хочу сделать нормальный режим, она лучше стирать будет. А бережное оно так, стирает, которое не сильно грязное. А у нас все грязное. Я про это не знаю. Большую стирку потеряли. Я вот что хотел согласить. Минутки. Я разговариваю, подойдите сюда, вас это касает, это в первую очередь. Я когда глянул, вот это узлы тащат, это за неделю. Все, ничего, побыли здесь. Сейчас, я вопросы задаю пока. Это что? Это порошки. Посмотри, какие. Дышать нечем, стоишь они. Поставь на там уголок. Я сейчас залежу. Заразу эту поставила на палатку. То вон туда подальше. Нет. Вот посмотри, вот это вот что такое? Это простынь. Вот посмотри. Пододеяльник. Пододеяльник. С чем он провинился, что его рвать будут в машинке? Почему рвать? Ну посмотри, совершенно нормально. Ничего, ни одного пятнышка нету, ничего. Посмотри. Это какая-то страсть, болезнь к стирке. И сразу будет, да? Зачем? Стираю, которая стирает, я не знаю, у меня нет данных, но раза в три, в четыре меньше живет эта материя. Ничего нету, совершенно. Ты не найдешь даже, вот стирана она, не стирана, ты даже не определишь ее. О, отодвинь, перебери сейчас еще раз. Гнатий Тихонович, гигиена должна быть. Сейчас я свое скажу, потом ты скажешь. Хорошо. Вот по порядку все белье, что стоит здесь. Вот посмотри, это что наволочек? Ничего нигде нету, совершенно... Надо стирать. Стирать, то есть с лица земли стирают это все. И какое, вот я не посмотрю, за неделю пробыли здесь. Две недели. Совершенно. Ее даже не отличишь, она с тем. А вот что, она лежала на ней. Да когда это в России было, чтобы каждую неделю, да еще с порошками, теперь порошки. Порошки все супер ядовитые. Согласна. Да. И вы никогда, полоская в воде из них, что между вот это вот идет, которое здесь вот, порошок остается на тело. Он едва-едва щучит, только затихается, немедленно опять через неделю толкаете туда. Я не совсем согласен с Германом Львовичем Стерлиговым, но у него есть это понятие о химии. Химические заводы все остановить до одного. Сколько бились? Байкала бы не было, как бы не Валентина Распутин. Комбинат, какого-то бумажа, комбинат картонный. И все сливы идут в самый большой пресноводный источник. Тебе скучно просто это все? Тебе не скучно перед мальчиками выкручивать все, чтобы не видел этого? Ты как будто заранее знаешь, что с тобой будет. Нигде никогда не ложись, ничего не делай, не подходи даже. Срам такой я наблюдаю здесь. И вот я какое-то не возьму, скажу, перебрать все. Посмотрите, пожалуйста. А как часто надо стирать? Я не знаю, но не чаще, чем один раз в месяц. Месяц это минимальный, который срок должен быть. Вы не шахтеры, нигде не были. Куча за одну неделю. Да где же это? Ума не хватит. За две недели, Игнать Ильич. За две. Да где две-то? Две недели. В среду приехали. Две недели. Ну даже две. Полторы там. Даже две недели. Две-то недели. Десятого приехали. Десятого сегодня, двадцатого. Две. Значит, в десять дней две недели затолкали. Полторы недели прошло только. И вот начинает абсолютно все. Это возьмите обыкновенную воду. Это в воде этой пожулькой, мылом, где надо помылили. И все. Порошком не пользуйтесь. Это не полезно. Я скажу, что весь африканский континент, да, дикари. Север дикари. Все. Они вообще не знают, что такое. Вообще за всю жизнь никогда этого нет. Или холи голые, или у них оленьи шкуры на них. Скажут, они меньше живут. Живут не от этого меньше. Живут от того, что пьют. А организм не пристроен. Это Ждана. Владимир Георгиевич рассказывает. Вот просто переберите один раз, увидите. Надо, нет. А если нижний у него, платочки там, носочки. Все должны стирать там на доске. Отдельно. Ты сама отравляешься здесь. И детей отравляешь. Потому что вот состоит как, поперечные разные там эти полоски. Между ними эта химия вся остается. И они прополоскать. И вы в ней спите в этой химии. А значит, ты отравлена будешь. У тебя кровь будет ядовитая. Куда ни глянешь, везде неправильно. Это сейчас порезал палец. Говорю, подошел, а можно я буду шкурить? Ну, показал как. А как порезал? Сам не знаю. Ваня большой. Палец порезал. И что? Это первая ошибка. Вторая сунулся куда? На кухню. А там профессиональный врач. Потерева Любовь Николаевна. А той только подай. Попался в руки. Она мгновенно все вытаскивает, всю аптеку выкатила на колесиках. Я его пужнул оттуда. Уйди. Иди в крапиву, пописи на палец. И все, лекарство, больше ничего не надо. Он стоит, он думает, я смеюсь над ним. Иди в туалет. У человека вся аптека в нем. Пальцы не грызи. Смотри. Вот в нем. Вот у тебя палец лопнул возле слота. И попадает что-то там больно. В ухе поскребит там. Этой серой замажь палец. Все. Ни одно лекарство химическое не может соперничать. Руку обжег. Ну немножко там говорят, что-то он вчера обжег. А где? Сопли. Обыкновенные сопли. Сморкни, намажь. Нож маленько придавить еще. Подорожника взять. И все закончилось. В деревне не было у нас ни одного врача. Никто не знал. Никто. Я считал, правда, за одну неделю столько она была клитой. А мне помешано на этой стирке. Уже скочужились, болеют, бледные. А все равно будет толкаться туда. Залезь он туда в порошок и сиди. Как этот пишет, Глеб Толстой говорит, спринцовку в рот только и все. И колпак на голову. Боятся все. Теперь у тебя порезана где-то рано самое лучшее лекарство твоя моча. Мочой помочился, подорожник сорвал, но надо нашить напарник, когда перчатки есть. И здесь раздваивается, чтобы привязать. Все, она никуда не соскочит. Кое-как отогнал. А та выскочила со всей аппаратурой уже. Один раз она у меня попросила разрешения у мальчика, он раскорябал. Я говорю, ну ладно, помашь. Ну и ушел. Прихожу, не знаю, то ли мой лагерь, то ли нет. Весь лагерь зеленый. Где какая точка, где комар садился, где комар мимо пролетел, она везде все зеленкой. А у меня комиссия за комиссией приходит, а весь лагерь зеленый. Да что, зараза какая. Они усыпились, лагерь больной. Надо закрывать. А почему она делает? Она врач. Если больных не будет, она не нужна. Да. Ее что делать? Если больных не будет, ее уволят, она деньги не будет получать. Это Солженица написает. Им все время нужно органам, чтобы были враги народа. Иначе его уволят, врагов нет. Они умышленно крепали врагов и расстреливали. И органы все мало людей. Он пристроил тещу туда в органы, она в бухгалтерии сидит. Пристроил туда сына, дочь, сноху. Все. Так учителя. Если неправильно учат. Учить-то 10 лет никто не учил раньше, а сейчас 11 лет. Почему учителей много? Написано, что самая сегодня непродуктивная нация русская. Самые глупые, глупые ученые-бездельники. Вот как называют их. Ну, у нас возьми Третьюков, покончил экономический факультет. А чем занимается? Работает хоть один день? А кому ты нужен? Какую экономию, когда еще нету? Ну, теперь-то научился варить где-то с варщиком. Ну, у нас учитель, возьми Сокольский, Валерий, иностранные языки. Перевести текст не может. Не может. Почему? Навык нужен. А чем работает? На стройку пошел. А ему зачем это 5 лет-то было высшее образование? Нам потеряю, когда поселялись, люди просились. Один пишет, у меня два высших образования, но делать я ничего не умею. Так а зачем ты нужен-то? У нас в общине такое есть, у него маленькое образование, Лёва Польгуев. А он любую технику может управлять. Машинку, стиральную, куда угодно, как у Гавриила этот был отец. Ты кулыми руками и лезешь в это, прямо не могу смотреть. Тебе вот такие рукавички резиновые надо. Вомойди руки, больше не подходи. Увольняю. Идем мы, умой руки, надень резиновые перчатки. Пожалей для детей себя. А есть у нас перчатки? Тебе помирать, что ли, все равно? Где они? В лагере, напоминаю. И не прикасайся больше к этой ядовитой проказе. Потом чистая водя полосни. А в сельском хозяйстве работать некому. Игорь из кожи вылупается. Там деталь сломалась. Комбайн не идет, трактор не идет. Кормить не еще. Я не знаю, где они. Они есть, но где они? Кормить надо. Если вы даже ничего не стирать не будете, разобрать будете носить. А таких нету. Ну, может быть, где-то у одного там, у Тимошки там, ятышко найдете. А вот догони Виктора, пошли с мукой у него спроси. Он тебе точно скажет. А вчера, говорят, там обжегся Тарасин. Как это случилось? Где это он? Володя с ним был. Володя, расскажи, как случилось. Что он взял? Прожег себе футболку. Футболку? Ну, это от листочка полетела, вот эта горилка, и к нему. Она далеко его захватила? Да почему тут точка всего? Ну, где он близко, около Коцера был? Ну, конечно, близко. Ну, близко его нельзя отогнать было. Так это было в самом начале еще. Это везде нарушение техники безопасности. Аварии в большинстве это нарушение, нарушение правил движения. Там обгонял, тут на гору поднимались, пошел на обгон. Кочинский, дедюшка. Какие люди погибают? У нас мэр города погиб, губернатор погиб. На 200 километров в час тер, куда сам не знает, а тот свет торопился. Погибают-то какие люди? Там Кулаков, там Машеров, там кого только нету. Президенты погибают. Пьяный залез в самолет, ну и все. И лишилась Польши своего президента. Вот это вот надо все время теперь поставить контроль. И только да, там проверять. Я хотел проверить, глянул, их уже нету. Вот этот вот, вот он ее запачкает. Надо узнать, че это. Ну, Тарасик и есть. Вот это постирать. Вот она у него. Вот это штанишки длинные были. А здесь по порядку смотрим, что наволочка абсолютно чистая. Ни в коем разе не стирать. Перебрать все белье. А это что, у него нижнее там где-то? Постирать. Теперь дальше по порядку посмотрите, где наволочка. Она лежала на ней. Совершенно хорошая наволочка. Перебрать. Когда машина крутит, она рвет. Рвет, она расползает на материи. Это носить можно было пять лет, а нет, за полгода ей стрепят. Вы слышите, что я говорю? Да. Ты этому делу учись. А не смотри на мальчиков. Это капкан твой. Вот, который ниже белье, все постирать. Нижняя, нижняя. Больше ничего не надо. Рубашка. А ты скажи, ты все просто не все в куче. Ну, где же тут нас... И потом стиральный порошок, это самое ядовитое. Оно отъедает даже масло. Даже бензин это не может сделать. Раз она отъедает, это означает яд. Подойди там, все, она потянула. Это зачем нам нужна? Ты ее спущешь, что я говорю? Нет. Потому что это ваша жизнь будет. Личнюю работу не надо делать. Посмотри, какая нынешняя трава-то какая. Вот, подойди-ка сюда же. Бери. Шаги-ка дали. Вот, бери. Какой-то... А тут на покос такая трава рядом. Вот они стоят. Почему она декорация? Тут все светет. Радоваться надо. Личнюю работу не искать. Пошел. Ну смотри, они ружи, тут их генета отдать. Зачем они тут ружи? Пусть они тут качаются на качели. Отпусти их. Все, идите на качели. Берите одежду, потом подойдет и покажет.